Всем привет! С вами канал MarosLive. В сегодняшнем видео хочу затронуть тему работы и ответить на главный вопрос этого видео. Реально ли получить документы в Чехию бесплатно? С чего, ребят, все началось? Все началось с того, что мы начали заниматься трудоустройством и создали группу в Телеграме, где выставляем все вакансии. Там есть вакансии на 3 месяца, на 2 года. И ранее делали анонс о том, что вакансии на 3 месяца мы делаем бесплатно. Ну, бесплатно под залог, естественно. Залог 50 евро, который мы вам возвращаем по отработке данной визы. Ну, к нам начали обращаться ребята, начали спрашивать, интересоваться, сравнивать одни варианты с другими. То есть, одних работодателей с другими. И начали задавать вопросы, почему же это мы делаем бесплатно, а некоторые аналогичные вакансии продаются по 100, 150, 200 евро. Ребят, честно, я на этот вопрос вам ответить не смогу. Это вы уже уточняете у своих работодателей, у своих агентур, посредников, почему они продают те или иные вакансии за одну или другую сумму. Но я вам хочу сказать, что у нас пока действует такая договоренность с агентурой, с которой мы сотрудничаем, что делаем мы документы бесплатно под залог 50 евро. Эти 50 евро берутся на предмет того, что если вдруг вы передумаете, или у вас там что-то случится, какой-то форс-мажор, и вы не поедете, и эти все затраты мы 50 евро платим как штраф агентуре за то, что вы не приехали на данную работу. Пока условия эти действуют, и кто хочет себя реально попробовать в Чехии, поехать, может быть, в первый раз, то, пожалуйста, можете смело обращаться. Никакого подвоха нету, никакого кидалова нету, все документы реально получают. Я уверен, что у нас здесь есть те люди, которые уже поехали в Чехию. Это наши подписчики, наши зрители, которые смотрят наш канал. Поэтому, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, получили ли вы документы, все ли было честно, кинули вас на документы, не кинули. По поводу платных вакансий, я еще понимаю, ребят, можно платить там 100-150 евро за конкретную вакансию, если вы там уже уверены в ней, если вы уже едете не первый раз. Я знаю, у меня много знакомых, которые ездят на те или иные вакансии уже в третий раз, в четвертый, и они, в принципе, приезжают, работают без всяких проблем, зарабатывают свои там деньги. Но, опять же, если брать сейчас нынешнюю ситуацию в Чехии, многие агентуры уже начали перестраховываться. Перестраховываться в каком плане? То есть, делают документы не на конкретный завод, а делают документы на весь регион. То есть, к примеру, делаются документы на Пилзенский регион. Если вы приехали, к примеру, на завод Роденшток, и работы не оказалось, либо не оказалось мест, либо еще какие-то там проблемы, нюансы, то вас могут спокойно перевезти на другой завод. На время, на полный срок, как удобно. Это все уже по договоренности на месте. Это очень важно, и это на самом деле очень круто. Потому что много людей приезжает в Чехию на конкретное рабочее место, не могут официально сменить работу и перейти работать легально на другой завод. То есть, приходится работать нелегально. Это понятно, что много людей работает так. Это, опять же, до первой проверки полиции. Поэтому, чтобы себя не нарожать на такие ситуации, агентуры делают сейчас такие шаги. То есть, делают документы на весь регион. Я считаю, что это реально круто. Еще важно, что учитывать в данных ситуациях, опять же, связанные и с эпидемией, и с проблемами по всей автомобильной промышленности, что везде работа, как правило, идет по 8 часов в день. На это, ребят, к сожалению, никто не может повлиять. Поэтому, если есть работа, дают больше часов, пожалуйста, вырывайте. Если нет, то минималка 8 часов вам будет предоставлена 100%. То есть, от этого нужно отталкиваться, в первую очередь. Если вам этого мало, и вы хотите работать больше, пожалуйста, находите фушки. Но, опять же, учитывайте, что это все будет нелегально. Но, если честно, опять же, наших людей это не останавливает. Потому что у всех главная цель здесь – заработать денег. Но, возвращаясь к вопросу по поводу бесплатных документов, хочу вам сразу сказать, что на такие вакансии, как Fujiko, Rodenstock, Alfmeyer, Daikin, Lear, Autoneum, RUH, Savensia Fromage, Kasteletsky Uzenine, Sony, Runpack и DHL, мы делаем документы бесплатно. Многие агентуры и посредники могут предлагать эти же вакансии людям за деньги. Это может быть и 100, 150, и 200 евро. Обещая при этом, что люди попадут на конкретный завод. Давайте возьмем, например, тот же Rodenstock, на который все хотят попасть. То есть, обещают вам золотые горы, обещают работать по 250 часов, зарабатывать по 150 крон в час. То есть, посчитать можно хорошую сумму в месяц. Еще, может быть, и бесплатное жилье сюда приплюсовывают. Но в реальности вы приезжаете и попадаете не на Rodenstock, а попадаете, к примеру, на какой-то Daikin за 110 крон в час. А при этом заплатили 150 евро за вакансию. Когда в противном случае, обратившись к нам, могли получить эти документы бесплатно. Так что, друзья, подводим итоги. Документы на определенные заводы на 3 месяца можно получить реально бесплатно. Мы стараемся говорить всю правду, как есть, без всяких преувеличений. Делимся с вами той информацией, которой владеем сами. Даем вам ту информацию, которую получаем от наших друзей, подписчиков и просто людей, которые уже работали на этих производствах и знают, что это такое. Поэтому, у кого есть желание получить документы в Чехию на 3 месяца бесплатно, пожалуйста, смело обращайтесь. А также можете смело рекомендовать нас своим друзьям и знакомым, кто хочет поехать попробовать в Чехию в первый раз. И не только в первый раз. Ну, а там уже решение, конечно, за вами. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.